МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Охрана группы компаний Центр безопасности. Тревога на объекте. Четвёртый принял. Стоять! Лицом к стене! Наша работа – ваша безопасность. Здравствуйте! В эфире Рязанской телекомпании «Город» программы «Семь минут». Лето, как известно, период отпусков. Самое время, уезжая из дома, задуматься о безопасности своего имущества. И сегодня у нас в гостях Сергей Викторович Чуваков, заместитель директора частного охранного предприятия Центр безопасности, и Виктор Владимирович Пеньков, директор частной охранной организации Центр безопасности «Плюс». Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как давно работает ваша организация и о роде своей деятельности, собственно, подробно. На сей момент мы уже 10 лет на рынке, поэтому в этом году у нас будет, как так сказать, небольшой юбилей. Ну, по роду своей деятельности и в соответствии с законом о частной охранной деятельности, мы осуществляем следующие функции. Это охрана жизни и здоровья граждан, охрана объектов и монтаж, эксклюзионное обслуживание, а также пультовую охрану объектов различных форм собственности. Ну, к примеру, скажем, что начинали мы в 2006-2007 году от 12 объектов, сейчас у нас уже более 900 объектов находятся под охраной. Объекты различной категории, есть и продуктовые магазины, магазины по продаже какой-то бытовой техники, заканчивая банковскими учреждениями и банкоматами, в том числе и в городе Рязани, и в городе Спасклепики, которые, знаете, мы имеем там полноценную группу в составе автомобиля и двух сотрудников. Вот вообще о целях организации предприятия расскажите. Если параллельно проводить, то мы работаем параллельно или с теми же целями, как милиция или подразделение вне ведомства охраны РОВД, то есть охрана первая, еще раз в соответствии с нашей лицензией, и жизни, и здоровье граждан, охрана имущества различных форм собственности, а также монтаж и техническое обслуживание системы охраны пожарной сигнализации. Вид охраны тоже у нас все присутствуют в нашей организации. Это и физическая охрана, это и охрана с помощью пульта централизованного наблюдения, как мы называем это, технический вид охраны. Ну и стараемся тоже делать и сопровождение грузов по городу Рязани. Вот, в принципе, такой именно основной наш вид деятельности. А можно немного подробнее об оснащении, о личном составе? Наша организация именно, где я заместитель директора, на сей момент 98 сотрудников. Они подразделяются на охранников, которые, так сказать, в большей степени и большее количество, затем на техническую службу в нашей организации на сегодняшний день два пульта. Это у нас пульт, который обслуживает объекты сберегательного банка, а также наш пульт, который располагается на проезде Яблочково-Дом-6, это у нас, который охраняет остальные объекты из того количества, которое я сказал, различных форм собственности. Далее идет у нас техническая служба, которая состоит из инженерного состава, из монтажных составов, которые, я имею в виду, проектируют, монтируют. Основная наша задача – это пультовая охрана, поэтому сейчас в нашей собственности находятся 10 служебных автомобилей. Это у нас 6, которые непосредственно задействованы в группе немедленного реагирования или мобильной группе, как мы их называем, а также 4 автомобиля, которые выполняют функции совместно с технической службой по доставке электромонтеров, доставке каких-то приборов. Также на вооружении у нас стоят оружие, которое подразделяется на служебно-боевое огнестрельное и на оружие травматическое, как мы в простонародье говорим, но в соответствии с законом это есть оружие ограниченного поражения. У нас есть группа отдельная, это спасклепики, потому что мы там охраняем тоже несколько десятков объектов, полноценный группа развернута. А всем этим руководит наша дежурная часть, которая отвечает, вернее, которая имеет в своем штате начальника дежурной части и четырех дежурных, которые отвечают за первое, конечно, за контроль несения службы, за выдачу приема оружия и боеприпасов. А если уточнить по личному составу, это все-таки в большей степени люди военные. Вот из 98 человек, если у нас взять 65 охранников и охранников-водителей, то из них где-то 50% это у нас сотрудники силовых структур, как вот и я, в частности, я сотрудник пенсионера МВД, и сотрудники вооруженных сил. Возраст, будем так говорить, от 20 до 55 до 57 лет. Потому что понимать, что в группе, в мобильной группе или группе быстрого реагирования должны ребята работать, и которые, так сказать, и по своему внешнему виду, и по своим физическим данным, моральным, должны быть закаленные и пройти какой-то жизненный и служебный опыт, чтобы, так сказать, выезжая по сигналу тревоги, правильно оценить ситуацию. Наша организация, вот я имею в виду, как частное охранное предприятие, входит во все структуры, которые созданы совместно для взаимодействия с нашими органами полиции. Это и координационный совет, который возглавляет начальник УМВД у Рязанской области, и еще у нас есть единая дежурная часть. У нас первая позиция – это техника, которая используется на этом пульте. Значит, это, наверное, не секрет. Все мы, бывшие работники невестной охраны, служили, и у нас много сотрудников работают с невестной охраной. Поэтому аппаратура, которая используется на этом пульте, она использует свою невестную охрану. На первом плане у нас позиция идет охрана системы ЛАРС, которая работает по радиоканалу. Значит, дальше система МИРАЖ, которая работает по каналам ЖСМ. Затем, если говорить вторую позицию, это техника, которая применяется на объектах. То есть то, что мы монтируем на объектах. Ну, в основном, процентов 90 и более – это та аппаратура, которая разрешена применением в невестной охране. Поэтому мы, так сказать, шаги влево-вправо не делаем, чтобы не было проблем с клиентами. Поэтому мы используем только эту аппаратуру. Ну, и еще один момент. У нас используется наша дежурная часть, Рич уже отмечал дежурную часть. Это система автопоиска. То есть, получив тревожное сообщение дежурного, по срабатыванию каких-то систем связи или экстремизации на объекте, группа мобильная выезжает, и дежурный наш видит на мониторе, как движется экипаж. Само собой разумеется, что у нас есть оружейная комната для хранения оружия, которая тоже, так сказать, и оборудована, и сдана в эксплуатацию нашим контролирующим органам со всеми, так сказать, законодательными актами, и которая охраняется в подразделениях, где ведущие охраны. Это у нас тоже все в соответствии с законом. Все-таки у нас в городе, как и в регионе, существуют и иные частные охранные организации. Наверное, стоит отметить вашу конкурентоспособность на их фоне, и происходит ли между вами некое взаимодействие. Это конкуренция, конечно же, в организации, конкуренция в финансовом плане, аспекте. Но я тогда ценовая политика, к сожалению, у нас, я имею в виду, тоже подразумевает какую-то, я имею в виду, борьбу между нами в хорошем смысле этого слова. Но это и нам дает, так сказать, толчок или стимул для нашего развития. Чем мы можем заинтересовать наших потенциальных клиентов для того, чтобы они к нам приходили, общались с нами, в дальнейшем с нами сотрудничали, но я думаю, что это было отворной и хорошей основе. Это первый вопрос, комплексный подход наших организаций, как группы компаний Центробезопасности, ко всему вопросу охраны. Это начинается проектирование, это составление сметы, это продажа оборудования, которое необходимо для... ну, в соответствии с этим проектом. Далее реагирование, само поступление сигнала на пульт, централизованное наблюдение, ну, и, так сказать, как итог, это обслуживание. И все это делается круглосуточно, значит, и по, так сказать, первому заявлению или звонку тех или иных узоров, с кем мы собираемся, значит, наладить отношения или же уже общаемся. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо за конструктивную и интересную беседу. Я желаю вам дальнейшей продуктивной деятельности. Ну, а это была программа «7 минут». Мы с вами скоро увидимся. Берегите себя. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!